ФСБ возбудило уголовное дело против владельца телеканала АТР Ленура Ислямова и провело ряд обысков в квартирах. Дело было возбуждено еще 22 октября, отмечают российские СМИ со ссылкой на ФСБ. Однако неизвестно по какой именно статье. Сам Ислямов полагает, что ему пытаются инкриминировать экстремизм, терроризм и посягательство на территориальную целостность России. В связи с этим делом ранним утром 2 ноября начались масштабные обыски в московском доме Ислямова, где живет его сын. В Крыму в жилье его родителей и в домах у экс-гендиректора АТР Эльзары Ислямовой и экс-зам-гендиректора Лилии Буджуровой. После прекращения работы телеканала в Крыму они обе перешли в ООО «Карендонис Продакшн». В доме обеих женщин после начала досмотров отказались пускать адвокатов. Изъяты все электронные носители. Также маски-шоу были и в здании компании «Симсити Транс», где раньше располагался АТР. В продакшн-студии и ресурса «15 минут новостей» изъяли технику. Для Меджлиса крымско-татарского народа и для Линура Ислямова все происходящее не стало неожиданностью. «Меня предупреждали. Сказали, или ты все прекращаешь, или мы у тебя все забираем. Все это они сейчас делают. Они свое лицо показывают. Мы ни у кого ничего не забираем. Мы хотим отстаивать свои права. Нашу родину захватил чужеземный солдат. С отцом я уже разговаривал. Отцу даже не показали никакую статью. Сказали, предупредите сына своего». Отец не стал спорить, все-таки 82 года. Родителям даже не показали, по какой статье идет обыск. Перевернули весь дом вверх дном и уехали. Напомним, несколько дней назад так называемый прокурор Крыма заявил о том, что проводится доследственная проверка относительно гражданской блокады Крыма, а по отдельным эпизодам возбудили уголовные дела. «Странительные органы работают в отношении всех активистов и членов так называемой блокады. Это те граждане, которые нарушают законодательство абсолютно в отношении всех». Линур Ислямов готовит заявление в прокуратуру Автономной республики Крым, поскольку его сыну и родителям угрожали. По данным первого заместителя прокурора АРК Назара Холодницкого, дело будет возбуждено по статье 162 Уголовного кодекса Украины. Незаконное проведение осмотра или обыска с применением насилия или с угрозой его применения. В прокуратуре считают, что все эти действия оккупантов – давление на политиков, пытающихся отстаивать интересы Украины, запугивание крымчан и, к тому же, способ отвлечь людей от социальных проблем. «Певно, что понимаете, сейчас в Крыму, когда холодные батареи, когда нет опаления, когда на улице теплее, чем в помещении, когда захмарные цены на продукты, когда русский мир явился не таким уже красивым, как в картинках ОРТ и РТР, чтобы отвлекти, когда население больше, власне, начинает интересоваться социальными побудовыми проблемами, каким-то образом пытаются отвлекти увагу населения Певострову от тех проблем, которые сейчас там есть». Не стали неожиданностью для исламовой имидж-лиса и действия, направленные против бизнеса владельца АТР. Так, Центробанк России заявил об отзыве лицензии Джастбанка, о самопровозглашенной главе Крыма Аксионов, о грядущей смене собственника компании-перевозчика Сим-Сити-Транс, учредителем которой является Исламов.